США расширили санкции против России. Такое решение приняли в Министерстве финансов страны. Речь идет о физических и юридических лицах. Среди тех, кто пополнил списки, компании, связанные со строительством моста через Керченский пролив, в аннексированный Крым и ряд телеканалов, входящих в холдинг «Газпром-Медиа», в частности НТВ, НТН, радиостанция «Эхо Москвы» и ряд других. Спикер Государственного департамента США Джон Кирби заявил, такие меры были приняты для противодействия попыткам обойти санкции и напомнить Москве о незаконности ее действий, оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз также ввести секторальные санкции против Кремля. Ученики села Старычи получили приятный подарок от американских военных. Министерство обороны США выделило 300 тысяч долларов на ремонт школы. Такая допомога детям, школе, я дуже важливую и корисную. Это выполняется благодаря тому, что Департамент обороны, Министерство обороны США выделяет для допомоги цивильному населенню окремый бюджет. Чтобы школяры качественно учились, должны быть и комфортные условия. Следует восстановить инфраструктуру. Мы утеплили стены, поменяли подлоги. Ремонт провели в рамках программы Министерства. Согласно ней, из бюджета ведомства выделяют средства на помощь и поддержку населения той местности, где находятся американские военные. В этой школе учатся 300 учеников. Почти у половины из них родители военнослужащие. Президент Узбекистана Ислам Каримов в критическом состоянии. Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны. Подробности о его состоянии и диагнозе не уточняются. Ранее младшая дочь президента сообщила, ее отец перенес инсульт и с кровоизлиянием в мозг доставлен в больницу. Между тем, в местных СМИ циркулируют слухи о том, что Ислам Каримов уже мертв. И его планируется похоронить на Самаркандском кладбище, где уже покоятся два брата и мать первого президента Узбекистана. Об этом свидетельствует активная работа на кладбище, перекрытие ряда улиц и то, что в город прибыл премьер-министр Узбекистана. В испанском городе Буньоль провели ежегодный фестиваль Таматино. 20 тысяч человек покрыли улочки города свежим кетчупом и 150 тонн помидоров. Организаторы уверяют, мероприятие безопасно, все плоды предварительно раздавлены и немного подпорчены. Но получить таким, например, в голову все равно больно, говорят участники. Этому французу на фестивале понравилось, но возвращаться сюда не хочет. Помидоры бьют очень сильно, если попадают в лицо. Это еще надо пережить. Но такого фестиваля нет больше нигде в мире. Но большинство все же настроено более решительно и вовсю получают удовольствие от помидорных боев. Это было здорово, очень весело. Я на Таматино впервые и намерен вернуться сюда снова. Первая Таматино состоялась в 1945 году. Фестиваль возник из спонтанной драки помидорами среди деревенских жителей. В 50-е годы прошлого века во время режима франка праздник запретили, но потом он обрел популярность с новой силой и начал привлекать иностранных туристов. Участвовало до 45 тысяч человек, но потом власти число помидорных бойцов ограничили. Теперь вход только по билетам, которых всего 22 тысячи. 5 тысяч местных жителей их получают бесплатно. Остальные платят по 10 евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова